У каждого из нас есть интересная история жизни, но не каждый готов рассказать ее людям. Сегодняшний выпуск максимально непростой. Обычно в таких случаях говорят, уберите детей от экранов. Но я скажу ровно наоборот. Приведите и покажите этот выпуск вашим детям, для того, чтобы они знали, что такое может произойти, и для того, чтобы они были аккуратны. Меня зовут Александр Жучкин, и этот выпуск требует от вас максимальной поддержки. Привет, меня зовут Аня, мне 20 лет, и в моей жизни произошло не очень радужное событие. Меня изнасиловали. Произошло это, когда мне было 5-6 лет. Тогда было лето, солнце, я гуляла со своими друзьями во дворе своего дома. И так произошло, что всех моих друзей позвали домой, а я, как обычный самый ребенок, решила остаться до последнего. И я осталась одна, ко мне подошел парень с моего двора. И хотя всем говорили то, что нельзя подходить к незнакомцам, но этот парень был для меня достаточно, в принципе, знаком, потому что он был с моего двора, с моего дома. Он подошел ко мне, и меня должно было смутить то, что он начал со мной разговаривать вполне нормально, несмотря на то, что обычно он обзывал меня всячески толстая, жирная, потому что я всегда была дамой в теле. И он тогда подошел, начал со мной нормально разговаривать, и предложил мне пойти за дом, за чупа-чупс. Думаю, ну ладно, пошли за дом, встали в кусты. Он мне говорит, а сколько ты сможешь мой хер продержать во рту, чтобы я тебе дала чупа-чупс? Ну я ему сказала, я что-то минуты с секундами путала, я ему сказала, что 5-6 минут. Он поставил таймер, начало происходить это действие не очень лицеприятное, а сама в голове отсчитываю каждую секунду. То есть я досчитала до 5-6 секунд, и я ему сказала, что все. Он тогда сказал, что мне так не пойдет, ты сказала 5-6 минут. Он тогда сказал, типа, так не пойдет, хочешь чупа-чупс, давай тогда пойдем, там, за коробочкой есть диван. Вот, ну давай пойдем. А я у него все спрашиваю за этот чупа-чупс, типа, ты дашь мне этот чупа-чупс? Да, да, конечно, да. Но в итоге мы пришли за коробочку, там был диван, который, скорее всего, притащили какие-то бомжи, или ребята постарше, повзрослее. Он положил меня на этот диван, там были красные муравьи, которые очень сильно больно кусались. И в итоге он меня положил, снял с меня трусы, и захотел мне припихнуть, присунуть. Но в итоге у него особо ничего не вышло. Я в тот момент думала только, господи, быстрее бы это все закончилось, и быстрее бы я получила этот чертов чупа-чупс. Он что-то потыкался несколько минут буквально у меня. В итоге девственница-то он меня так и оставил, не знаю, что случилось, когда он перестал это делать. Может быть, ему, скорее всего, тоже не понравилось. И мы прекратили, пошли во двор. Он сказал, что сейчас я зайду домой, возьму чупа-чупс, типа, и тебе его вынесу. Но в итоге парень пропал. Увидела я его только года через 3-4, потому что он переехал тогда с моего дома. Я тогда шла с девчонкой с школы, мы зашли на стадион. Там был этот парень в компании девушек, девчонок, девочек, не знаю. И я тогда подошла, ему хотела сказать, что вообще-то так не делается, что не должно быть так. А он начал напевать проклятую песню «Хай Толстый». И это было, конечно, вообще ужасно. До него я тогда так ничего и не донесла. И встретила в следующий раз я его уже в колледже после этого. И я стояла со своей группой. Он тогда шел по коридору, увидел меня и начал напевать эту песню. И все поняли, что это адресовано мне было. И тогда я думала, господи, провалиться под землю или что. И в итоге я даже задумалась о том, что, может быть, пойти на 4-й этаж, открыть, вскрыть окно, потому что там не было ручки. Я знала, как его вскрыть и просто спрыгнуть оттуда. Но в итоге я поняла, что, ну, это 4-й этаж, там ничего не будет от этого. Я тогда никому об этом не рассказала из родственников, потому что не посчитала это нужным. У меня были на это свои причины. Знали об этом только мои друзья, которым я об этом рассказывала. Да и я думаю, что родственникам это уже не надо. Зачем об этом знать, когда прошло, грубо говоря, 14-15 лет? После того, как я рассказала это друзьям, мои друзья на это особо никак не отреагировали, потому что они и сами тогда особо ничего не понимали, потому что мы все были детьми, нам было по 8-9 лет. И для них это не было чем-то таким страшным. Но после этого случая в моей жизни произошел серьезный диссонанс. Я начала ненавидеть себя, но при этом я хотела стать более страшной, чтобы этого не повторилось вновь. При этом мое душевное состояние было достаточно печальным. Я достаточно часто задумываюсь о том, чтобы покончить жизнь самоубийством. Но в целом все это, чем больше я об этом рассказываю, тем меньше мне потом приходится из-за этого переживать. Эту историю я решилась рассказать для того, чтобы мне просто-напросто стало легче. И об этом узнали как можно больше людей, потому что с многими людьми такое случается. И мы не должны оставаться один на один с этой проблемой, и с этой проблемой нужно работать. Только что вы посмотрели новую серию проекта «Откровения», и скажу честно, что этот выпуск дался мне нелегко. К сожалению, никто из нас не застрахован от подобного, но все-таки подстраховаться можно. Обязательно покажите это видео вашим детям, для того, чтобы они были максимально аккуратны. Меня зовут Александр Жучкин. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться с людьми, обязательно присылайте мне ее либо в Инстаграм, либо в ВК. Там у меня открытая личка. До новых встреч, друзья. До завтра. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok